Агитационные плакаты оппозиционной общенациональной социал-демократической партии на предвыборном стенде найдешь не сразу. Надо нагнуться, чтобы их разглядеть. В ОСДП говорят, что изначально свободное место было только внизу. Белые бумаги появились после того, как мы в ЦИКе сделали замечание о том, что Нур-Утан и другие партии занимают на тумбах больше места. И Акиматы изначально не распределили по партиям их условные места. И поэтому Нур-Утану пришлось заклеить свои агит-материалы, чтобы дать возможность другим партиям расклеивать свои агит-материалы. Как выяснилось, это не простая белая бумага, а изнаночная сторона перевернутых агит-материалов Нур-Утана. В ОСДП заявляют, что размер стенда агит-материалов законодательно не определен, так же, как и то, как их клеить. Такие проблемы, по мнению Талгата Умарова, можно регулировать с этической точки зрения, кодексами и меморандумами. Заглючить жильтельменское соглашение о честных и открытых выборах призвал Фонд поддержки гражданских инициатив. Оно обязывает участников избирательной кампании уважать права и свободы друг друга. Представители Нур-Утана, Акжола, Берлика, Аула, коммунистов и ОСДП пригласили прийти в ресторан на подписании. Откликнулся только кандидат в депутаты от Общенациональной социал-демократической партии. Но подписывать этический кодекс он не стал. Мы не видим необходимости в подобном документе, поскольку он во многом дублирует действующее законодательство о выборах. В подписании данного кодекса 14 марта уже нет необходимости, поскольку до завершения агитационной кампании остается всего 4 дня. Представитель Фонда поддержки гражданских инициатив Мейрам Конопьянов говорит, что они просят подписать партию этический кодекс 12 февраля, но все время слышат о занятости и согласовании с руководством. Партия УЛО согласилась, одна из первых, у меня даже есть письменные подтверждения, что они готовы подписать. Но в последний момент, скажем, в пятницу они просто перестали отвечать на звонки, перестали реагировать. КНПК устно отказалась подписывать, абсолютно без причины. Ну, Ратан, обещали ответить письменно, письменно не ответили. Барлик, ну, он, так, знаете, по умолчанию получается, по умолчанию просто отказались подписывать. До конца агитационной кампании остаются считанные дни. Досрочные выборы в мажорист парламента состоятся 20 марта. В Фонде поддержки гражданских инициатив говорят, что им остается только призывать к честным и открытым выборам. Светлана Глушкова, Иржан Амирханов, Азатык ТВ. Иржан Амирханов, Азатык ТВ.